Муви-мейкинг. Старейшая культура, которая была еще в 1.6. Но, к сожалению, она теряет популярность. И наша задача это исправить. Мы проведем некое Евровидение, где выберем лучшего муви-мейкера из стран СНГ. Но чтобы отобрать участников, нам нужно провести локальный отбор. Поэтому сегодня на очереди у нас Казахстан. Мы выбрали лучших муви-мейкеров из этой страны. И наша задача выбрать одного, который будет представлять страну на самом Евровидении. Всем желаю приятного просмотра и аппетита. Погнали! Ну что, сегодня кто-то из вас станет победителем нашей рубрики. Давайте начнем с какого города? Я города Алматы, Астана. Ладан. Алматы? Я Суральска. Давайте я вам покажу момент, включая экран. Это Айси. Давайте смотреть момент. Есть люди, скорее всего, которые скажут, что это слишком маленький момент, короткий. Но у вас есть 4 часа на работу. Это очень мало. 4 часа. И вы должны нам выдать после этого времени готовый муви, который можно показать Айси. И он тоже будет голосовать. Как вам момент? Крутик? 7 из 10. Да, нормально. 10 из 10. Точнее, 10 из 10. 4 часа на этот момент. Вы считаете это приемлемым? Думаю, да. Вполне нормально. Всем желаю приятной работы и удачи. Встретимся с вами еще раз спустя 4 часа. Правила очень простые. Мы дали одну и ту же демку всем муви-мейкерам. Кто сделал ее лучше, топ-3 получают проход в финал. На эту демку дается им всего несколько часов. Поэтому посмотрим, насколько они хороши в быстрой работе. Привет, дружище. Привет. Какие у тебя успехи? Покажи, что у тебя получается. Я делаю в 3D. Могу показать лишь только ловку, пока без ничего. В процессе. Ой, какая красота, какая красота. Сколько времени ты уже занимаешься муви-мейкингом? Занимаюсь где-то 5 лет. Что тебя вдохновило участвовать в этом видео? Если честно, мои друзья предложили водка в Казахстан участвовать. Я такой, хорошо. А почему ты используешь эти шапочки? Шапочки? Я выбрал сонг, который просто... А, давай. Слушай, ладно, теперь я понимаю. Это было бы классно по... Хайлайт с беретами. Ладно, давай, желайте удачи. Фирс, привет. Как там? Могу показать. Ну, пока не готова, но могу. Все. Очень необычный такой, такой нежный муви-мейкинг. Сколько лет уже занимаешься муви-мейкингом? Я начал муви-мейкинг с 19-го года, как только увидел на канале туториал, поэтому мне это сильно понравилось. После этого я начал. А что тебя вдохновило сниматься в этом видео? Я бы хотел научиться делать эдиты такие на тематику CSGO, потому что мне просто зашло это как хобби. Я сам учусь на айтишника, но эдитинг, не знаю, как только я слушаю музыку, я в голове представляю, как это звучит. Ой, чувак, это очень классно. Профи-деформация, конечно, но очень неплохо. Как ты считаешь, проект Евровидения поможет привлечь больше людей, молодых, в культуру муви-мейкинга? Я считаю, да, потому что это люди, которые смотрят эти видосики насчет эдитинга. Они вдохновляются, как это сделать, или им просто нравится. Это потому что смотрится как наилучше. Хорошо, спасибо. Давай, удачной работы. Фокс, привет. Пришли смотреть, что ты сделал. Покажешь? Да. Оверпасс. Вот это, да. Хорошо, музыка приятная. Главное, звуки из самой стрибы не забудь добавить, потому что... Не забуду, если с этим работаю. Все супер, хорошо. Сколько лет уже занимаешься мувейкингом? Если ксго брать, то, наверное, полтора года. Так в целом три. Но если учитывать то, что я на мобильный начинал. Ну, на телефоне. Что-то можно сделать? Ничего. Можешь показать свой мувик на телефоне? Нет, к сожалению, ничего не сохранилось. Ну ладно. А что тебя вдохновило участвовать в этом видео? На самом деле, я всегда хотел попробовать что-то интересное. И в последнее время у меня не было особо мотивации монтировать кс2. И тут я увидел твой пост. И мне его еще после этого миллион раз отправляли друзья. И говорили, вот это твой шанс. Поэтому я думал, ну, нельзя его просрать, так скажем. Все шикарно. Как ты считаешь, проект Евровидения поможет вам в развитии молодых мувмейкеров? Ну, безусловно. Потому что, ну, как я знаю, у меня есть очень много друзей мувмейкеров. И, возможно, у них получится туда попасть. Возможно, люди узнают больше о таких крутых эдиторах. И они смогут, как бы, наконец-то показать, на что они способны, что они могут. Вот так. Супер. Давай, удачи. Кайдар, привет. Так, покажи, что ты с тебя дали. Вот, пока не все это. Ага. Понял, понял. Хорошо. Сколько лет уже занимаешься мувмейкингом? Ну, изначально это было у меня хобби. Занимаюсь где-то с 18-го года. А сейчас, ну, по факту, по фану залетел. Но я особо здесь по CS2 вообще не умею идти. Хорошая начало. Что тебя вдохновило участвовать в этом видео? По фану, вспомните. CS-эдитинг. Ну, я вот уже где-то год не занимаюсь, потому что решил уйти в другую сферу. Какую? Киноиндустрия. Как ты считаешь, проект Евровидения поможет привлечь новых молодых мувмейкеров? Думаю, да. Потому что по CS2 сейчас очень мало эдиторов. Многие ушли. Все переходят то в Valorant, то в другие игры. Именно эдиторы. Желаю тебе удачи. Давай. Привет. Мы хотим посмотреть, что ты сделал. Поменяй шрифт по-братски потом. Угу. Трава. Такая трава. Тут я еще только начал. Да. Хорошо. Как долго ты уже занимаешься мувмейкингом? Именно эдитами с 20-го года примерно. Но у меня был большой перерыв. Я два года не выкладывал ничего на канал. Раньше вот я решил недавно заняться снова этим. Поэтому я ногу там CS2, идите все дела. Я во всем разобрался уже. Вот. И тут этот контест. У меня был раньше ник паренек1337. Много людей меня с комьюнити могут узнать по этому нику. Сейчас я оставил другой ник. Я пока его не умею выговаривать. Что тебя вдохновило участвовать в этом видео? Ну, для меня это большой скачок. Я никогда себя в таком не пробовал. Потому что раньше, когда я занимался мувмейкингом, у меня была большая проблема в том, что у меня был интернет 1 мегабит в секунду и очень слабый компьютер. То есть я автоматически не могу участвовать в любых контестах. Вот по этой причине я вот... Это вызывает для меня большой интерес. И, в принципе, я никогда себя не пробовал в таком на скорость. У меня я сейчас улучшил компьютер. И думаю, что я вполне себе могу показать себя. Супер. Супер. Как ты считаешь, может ли проект Евровидения привлечь больше молодых мувмейкеров? Вполне себе. Прикольная штука. Я думаю, это достаточно масштабный проект. Если правильно его зарекомендовать, то вполне себе. Но тебя знают не только в СНГ, поэтому я думаю, что с этим проблем много не возникнет. Хорошо. Спасибо. Давай. Братик, ты у нас фаворит. Это вот контекста. Контакста. Ладно. Мы не видим твой экран. Так, можем посмотреть, что ты сделал? Ну, ок. Сейчас. Так, звуков мне дай еще. Так, ну, камера красивая, ракурсы тоже неплохие. Ты это сделал за менее чем полтора часа. Это здорово. Красиво, красиво получается. Сколько где-то уже в моем мейкинге? О, годы три делаю. А что тебе вдохновилось сниматься в этом видео? Участвовать? Ну, вообще сообщения, которые я начинаю отправлять чуть ли не со всех сторон. Потому что я в кругах своих знакомых известен казахстанский эдитор. Окей. Спасибо большое. Давай. Прошло четыре часа. И сегодня мы узнаем победителя этого выпуска. Для этого мы забрали, опять же, жюри сотрудников нашего проекта. Кто-то из Retake'а, кто-то из CyberShock'а, кто-то из нашей команды киберспортивной. Это не особо важно, потому что сегодня эти ребята будут теми людьми, которые выберут человека, который сможет попасть, возможно, на Евровидение. Они подготовились, сделали себе казахские аватарки. И сейчас мы будем начинать с первого ролика. Фирс. Смотрим. Так, ребят, сразу напоминаю. Это моемейкеры, которые все из Казахстана. Топ-3 попадают в финал. И там мы выбираем одного человека, который будет участвовать на Евровидении. То есть сейчас должно отсеяться три человека. Мне не понравилось, к сожалению. Было очень быстро. Ничего не запомнил. Драйва не было. Музыка не в тему. Я расстроен. Слушай, музыка как будто реклама шампуня. Вот да, какой-то, я не знаю. Ставьте оценки. Давайте сразу оценки ставить. Потом вы можете это пересмотреть. Я его попросил поменять шрифт, когда он делал ролик. Но лучше не стал он. О! Это уже лучше, чем прошлая работа. Не за кого? Но по сравнению с работами условно с прошлыми, где был шенигами, дизл всякие, ну чувствуется то, что уровень ниже. Начало правда хорошее. Смотрите еще раз. Как будто тектоник начало. Сейчас покажу вам. Мне нравится вначале то, что там показали ктешников, которые вообще никак не фигурировали в моменте. Как они пекут куда-то. Да, сейчас. Сейчас, секундочку. Сэм Захаров легенда. Учился танцевать тектоник в 12 лет у него. Со звуком рендер баг не успел исправить. Ой-ёй-ёй. Ну зато 4К успел. Все. Давайте смотреть. Мне не нравится цветокоррекция. Блин, мне не понравилось. Со звуком реально проблема была. С картинками не нравится работа. Так, пока начало лучшее, но визуально. Смотрим. Название, как команд, смотрите. Да, это прикольно. Да, молодец. А что с качеством? Помука это самый жир из всего. Это пока самый лучший из всего. Минус 1 балл, там в хилфиде нет ников вообще. Там что-то оппонент 1, оппонент 2. Вот это мне не понравилось. А почему Энми 1? Он не воспринимает фнатиков как игроков. Шрифт хороший тут. Хороший пролет. Не, ну он чувствует. Он чувствует, да, но вы момент сам увидели. Я бы сказал, что по отношению к предыдущим роликам, здесь как будто не хватает драйвовости. Вот когда экшен начинается, да, звуковая дорожка, она просто чуть громче идет. Но нету такого прям, не чувствуется уровень, не меняется. О, пошло, да, бро. Это мексиканский? Да. Оверхас, локация Мексика. Офигеть шляпу. Охуенно. Бля, какая это тупая игра. Я уверен, что эти ошибки в монтаже это не его. Ну как они попадают? Ну почему они дергаются? Ну прекрасное начало. Как бы это фильм. Вот он сейчас будет красивый ракурс. Вот здесь крестата. Звуков стрельбы не хватает. Сто процентов не хватает звуков стрельбы. Все бы и лучше стало бы. Я с точки зрения качества это самый лучший мой. Но если оценить с точки зрения идеи, это очень плохо, потому что мы все Америка, Мексика. На немецкой карте от пизакского игрока. Так, ладно, ставьте оценки. Сейчас на три лучших ролика это достаточно легко выглядит. Короче, вот мои оценки, я сейчас перепишу их. Самые злые, экстазы и Дони. Мы выбрали трех победителей. И разница их очков там была в один, а не в два. В два очка разница. Первое, второе место. Последнее место у нас занимает человек по имени Фирс. Пятое место Кайдар. Четвертое место занимает МО Шют. Шесть, шесть. Так, и три призовых места. Внимание. 81 балл получает Директ. И проходит финал. Второе место. 87 очков. Это Окс. И Телеграмм 89. Но смотрите, есть очень важный момент. Есть очень важный момент. Разница очков у нас минимальная. 81, 87, 89. Поэтому мы посчитали, что лучшим решением будет пусть сам Айси выберет лучший мувик из трех. Вот. Но зато вы трое попадаете в финал. И один из вас попадет на Евровидение. И будет представлять страну Казахстан. Всем большое спасибо за участие. Надеюсь, вам понравилось. Мы сделали свой топ. Но давайте спросим самого автора этого момента. Айси. Ну а сейчас начало второго раунда. Лучшие трое из первого этапа сейчас сделают мувик по новому моменту. Им на это дается 4 дня. Это достаточно много. Прошло 4 дня. И сейчас мы готовы посмотреть работы наших финалистов. Напоминаю. Победитель попадает на Евровидение от лица Казахстана. Но перед этим мы смотрим момент. Рифлей смотрим. Он просто сделал 4-хилл в целом раунде. Айси. И мейкер и аймпу himself. И в Клэу-9-жерси. Я думаю, я не думаю, что он был предоставлен в интернете. Да, это просто флик. И вы видите, что он довольно далеко. И бомб, как-то хорошо. Так, ладно. Ну, блин, момент сложно будет. Точнее, он момент незрелищный. Если кто-то сможет сделать. Ладно, давайте смотреть. Минута 40, что? Минута 40, что? Айси-с第三вина refere��у, это позволяет уни OLED. Идинусе. Минута 40, что? Освою над posterior. так я не буду ничего говорить потому что мне просили это не делать во время просмотра так ну вы можете проставить оценки у себя в блокнотике записать и потом уже будем пересматривать директ 50 секунд лонг был я много лога не было он показал 1 2 клач но это очень большая провал на самом деле так минута 11 telegram так а этот не забыл про лонг молодцы молодец как же я жду евровидения ну это хорошо было все проголосовали давайте без автоматического суммирования смотрю сам так фокс а она там справа есть а я не хочу смотреть 68 65 и 70 а почему мне казалось что выиграет фокс он хоть и затянул но мне понравилась больше работа но давайте будем говорить честно мувики нас не особо впечатлили но телеграм до общем голосованием выиграл я думаю то что у каждого из ребят есть возможность и шанс прокачаться по скиллу но сейчас это реально было где-то нутно это где-то было слишком затянуто где-то были пропуски даже момента там было 4 кило кто-то делал 2 но в целом мы выбрали победителя это будет телеграм поэтому можно к нему спуститься и объявите о том что он будет участвовать евровидении мы посмотрели все мовики и готовы заявить о том что на евровидении от казахстана поедет телеграм телеграм включая камеру директа и фок спасибо большое всем вам за участие есть и моментики которые было бы классно и конечно исправить но в целом работы были на хорошем уровне у вас есть чуйка вы должны продолжать этим заниматься надеюсь у вас пойдут заказы и вы сможете прокачиваться в этом деле так телеграм хотел бы сказать тебе то что я тебя не вижу а теперь вижу телеграм сколько тебе лет 16 ну почти 17 октября будет сколько время ты делал от муек у тебя было четыре четыре дня из них часов 10 наверное это еще на 4 ангра стена остальное время ждал рендера и вкух телеграм на я думаю ты будешь сам молодым моим мейкером на евровидении 16 лет очень здорово жду тебя тогда на евровидении я не знаю когда это будет скорее всего в следующем году уже но сейчас мы должны набрать других кандидатов с других стран все большое всем за участие надеюсь то что вам понравился такой экспириенс и желаю вам всем удачной карьеры давайте пока вот и все мы выбрали лучшего муумейкера из казахстана теперь на очереди другая страна советую посмотреть ролик где мы выбрали представителей россии тыкни по ролику в центре экрана и переходи до следующего ролика